Меня зовут Кирилл Кузеванов, и сегодня я вам расскажу о затее, связанной с беседами о мифологии. Значит, в последние годы я наблюдаю достаточно любопытную тенденцию, когда достаточно большое количество выпускников закончили всякие разные неожиданные специальности, образование не получили, любопытство сохранилось. Всякие менеджеры, неизвестно почему, мечутся по самым разным местам в поисках какой-нибудь интересной информации. Одно из таких мероприятий, вот тут периодически по средам происходит в соседней мониторе, находится в мониторе. А я знаком с учае преподавателей гуманитарных факультетов города, скажем так, и в состоянии выбрать из них интересных рассказчиков. Соответственно, вот эти два момента, добавилась территория Центра по работе с молодежью Зарецовского района, и на сегодняшний день у нас сложилось на апрель-март план бесед по мифологии. Тему мифологии взяли, потому что сказки, религии и так далее и тому подобное. Люди кушают с удовольствием, а с другой стороны, мы сейчас находимся в такой замечательной ситуации, когда, объективно говоря, приходит вот это вот новое средневековье, мракобесие и так далее и тому подобное, когда вполне серьезные люди рассказывают, что некий физиогномист помог со своей профессиональной ориентацией, когда хироманты и, там, не знаю, попы и прочие представители мракобесия пользуются большим вниманием, чем занудливые, скучные и сухие профессионалы. И, соответственно, вот возникла идея, не вступать прямо в дискуссию с представителями мракобесия, но дать, скажем так, возможность вот этим самым студентам, ну, просто-напросто, вот они сейчас не в состоянии получить нормального гуманитарного образования не только на технических специальностях, но и, в общем, на многих гуманитарных специальностях. И, ну, вот, соответственно, ну, несколько тем я обозначу, скажем, у нас прозвучит 29 апреля тема «Волк, оборотень, происхождение, образа», 17 мая у нас прозвучит тема «Важно не соврать», формулируя тему, а то потом увидит, коллега, и видит, будет долгий момент. Миф о зороастризме или зороастрийские мифы. 15 марта у нас будет разговор о древнегреческой мифологии на материале. Вот сейчас точно на это слово я все время путаю, поэтому не буду озвучивать. Вот, собственно, в принципе, и все, что я хотел сказать. И меня очень порадовало то, что сегодня, представляясь, я выяснил, что среди нас практически половина его студентов или их хотят учиться. Соответственно, вопросы в данном случае. Все, ты вводную завершил, да? То есть сейчас вопрос выглядит так, ну, для нас, для всех, для команды поддержки. Купили мы или не купили? Ну, мы сейчас тебе даем обратную связь, да? Пожалуйста. То есть будет ли это для тебя ценным? Ну, тот формат, который ты выбрал. То есть купили мы или не купили, или идеи относительно того? Любые замечания будут ценным. Ну, и идейная поддержка, то есть идеи относительно самого проекта. Ну, я не буду отбиваться. То есть не будешь отбиваться. Хорошо. У меня как раз была идея предложить, скажем так, вот, тем, кто хочет делать идейную поддержку, пусть будет идейную поддержку. Тем, кто хочет критиковать, пусть критикует. Те, кто потом сделает репост, я в трейдере буду. Окей. Ну, и ты помнишь, у тебя... Я помню, я тут сегодня блокнот. Блокнот есть. То есть ты не отбиваешься от нас ногами на наши идеи, мысли и предложения. Ты говоришь спасибо на все то, что мы тебе скажем, и записываешь это. Да? Окей. А вот вопросы на понимание, потому что... Вопросы на понимание. Как-то я выставил первое такое ощущение, что... Коротко получилось. Ну, информат не рассказал никак. Что там будет? Вот что там будет? Приходят ли люди или пока мало людей приходят? Первое мероприятие у нас 15-го числа. Там в одной из группок точно придут, там уже порядка 33-х человек, и возможно придут 140. Ну, окей показывает, что нужно смотреть на тех, кто точно придут, и точно придет их чуть-чуть меньше, чем точно придут. Они придут добровольно и добровольно? Абсолютно добровольно. Платно-бесплатно? Абсолютно бесплатно. Значит, формат самого мероприятия, час сольного выступления и дальше вопросы. Если вопросы будут, скажем так, вято, зал будет вяло задавать вопросы, соответственно, здесь будет моя задача... Раскачать вопросы. Раскачать, да, вопросы. Раскачать, да, вопросы и за одну из залов раскачать вопросы. А цель всего проекта? Сколько планет селекций? Ну, вот сейчас мы прикинули, что у нас будет 2 предселекции в месяц. На март, апрель, май примерно мы согласовали, потому что, естественно, в силу того, что электро выступает бесплатно, они говорят, что как бы да, но если что случится, то, соответственно, мы тебя заранее предупредим, Ну, и мне придется тогда выступить в качестве замены. А где это будет происходить? Это Завельцовский центр работы с молодежью. 10 минут под станцию метро Гагаринская. Адрес Кропотки на 119.33. Мы построили новое здание, у них там достаточно хорошие помещения, в том числе зал. В этом смысле это хорошее место. А есть ли желание охватить максимальное количество людей? Или нет такого чего? Есть желание. Я пока еще не готов это озвучивать, но абсолютно точно со второй и третьей лекции мы будем делать видеозапись. По нашим группам распространять видеозапись. Я пойму, что это хорошо, пошлем знакомым людям из постановки. А каналы продвижения, то есть как будут доносить до народа, что это там идет? Вот я пробежался по тем компаниям, которые уже собирают народного подобного рода мероприятия. С кем-то договорился, с кем-то не договорился. С теми, кто договорился, собственно говоря, эти люди и будут. Ну и, соответственно, те группы ВКонтакте, которые уже есть, включая, допустим, вузовские группы, потому как преподаватели у нас из вузов, соответственно, вузы будут заинтересованы показать, что вот какие у нас классные преподаватели, приходите на них, посмотрите. Вузы будут оказывать поддержку в продвижении, но, как любая государственная организация, так они поймут это не сразу. Ну, моя работа летом. За зиму меня люди забывают. Скажем, вот в прошлом сезоне и в позапрошлом сезоне были абсолютно разные люди. То есть те, кто были в позапрошлом сезоне, на мои мероприятия летние, не приходили. Соответственно, вне с неизбежности нужно некое шевеление вне сезона. Ну, подогревать зимой, чтобы приходили летом. Ну, скажем так, поддерживать контакт. У меня первая идея. Первая идея, то есть она выглядит следующим образом. Вот, если вот с учетом ответа, который я сейчас проговорил Диме, то ты делаешь свой круг людей, которые знают, что ты делаешь, как ты это делаешь, каким образом ты это делаешь. То есть вот моя идея и совет, он чрезвычайно банальный, и он выглядит, не знаю, может быть, ты это делаешь следующим образом. То есть подобные бизнесы и сервисы, то, что ты делаешь, люди собирают в базу своих подписчиков. То есть это смарт-респондер. То есть ты имеешь e-mail адреса всех тех людей, которые с тобой хоть раз как-то соприкоснулись и знают, что ты делаешь. То есть таким образом ты эту базу подписчиков постоянно увеличиваешь, собираешь ее, каждый новый пришедший складываешь ее туда и, соответственно, смотри, получается, что ты летом людям делаешь экскурсии по городу, да, а зимой ты тоже организовываешь разные интересные мероприятия, которые тоже могут быть интересными, зная тебя, определенный, как бы, тогда, организовывая вот то, что ты сейчас делаешь, ты кидаешь рассылку по всем тем людям, если так, о, Кирилл Кузьманов, опять что-то интересное придумал, прикольно, пойду, допустим, или не пойду, или там, о, снова что-то интересное. Это вот как бы идея, ну вот, про которую мне пришла в голову, вот, услышав то, что ты сейчас проговорил. А, еще одна идея, это, ну, у тебя же есть план летних мероприятий, да, и то, 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 какие экскурсии ты делаешь. Для этого будет, а? Для этого будет, если имеется в виду, план, послышав то, что ты, в общем, это ты летом, ну, думаешь, какая будет программа, а сейчас ты уже делаешь такие темы, которые бы разогревали людей, а летом у вас будет возможность и поговорить об этом же при экскурсии на физических местах. То есть использовать одно мероприятие в качестве рекламы другого. Да. И даже внутри. И даже перекрестный. И перекрестный, да, перекрестный штоков. Экспертная поддержка в твое выступление. То есть вот мне не хватило, когда ты сказал про образ, ну, то есть мне не хватило сути, смака, что там внутри будет, то есть какой-то завлекал. То есть ты сказал про бутурлака, этого, не бутурлака, ты сказал про оборотня, да, мне вначале оборотень, так и думаю, потом сказал образ оборотня, я не понял, образ оборотня, это о чем? Ну, то есть, как бы, если ты тогда красивой заманухи какой-то, то оборотень, ну, я не знаю, что там будет, но... Кто же? То есть моя экспертная поддержка, что мне не хватило в твоем выступлении, какой-то вкусняшки, которые ты расскажешь, что будет внутри, какой-то завлекаловки, то есть какое-то что-то такое, и там будет, вы узнаете про, и там, ааааа. Еще экспертная поддержка, ну, то есть мое ощущение, что мне не хватило, да, то есть когда я слышу там про мифы, про всякие, про философию, про религию, мне скучно сразу становится. Вот эти скучные, долгие лекции, на которых я либо не присутствовал, либо с которых всегда уходил, то есть... Это наш человек. Это, это скукотища, и, ну, у меня есть гипотеза, что в образах многих студентов, в понимании многих студентов, это скукотища, и, соответственно, программу, ну, это уже в идеиную поддержку, потом написать программу. Я не понял пока, что записать в экспертную. В экспертную... О, это тонкое место. Тонкое место, что студенты и потенциальные посетители считают... Некоторым кажется скучным. Некоторым кажется скучным. Имеют предвзятое ощущение, что это скучно. А самоопознание ты используешь? Я не знаю, кто это. Да, на сайт. Такое ощущение, что... И это идея вытекающая, то есть подумать, как написать программу и как организовать мероприятие, чтобы там вурдалаки летали по залу, там еще что-нибудь, или сам вурдалага одевайся и разбивай мифы. А их существование... А одеться вурдалагам. Нет, ну вот, как бы, парк гений, сюда можно притянуть, я думаю, там что-нибудь интересное есть. Про вурдалагов нет. Нет, не только вурдалагов. А, в смысле, необычное? Что-нибудь необыкновенное, которое... А, еще шестая идея. Соединить. Это вот выселение идеи романа. То есть, я в Миссер когда ездил учиться в Москву. Он говорит, для кого-то магия, для кого-то технология. Когда это уже является изученным и научно обоснованным, это уже технология. А когда, ну, непонятно, что-то происходит, это магия. Так вот, никакой магии, только технологии. Да, и вот, допустим, такая встреча, типа, магия или технология с вашей компанией. А еще идея. Вот есть такая история одной картины. Это когда в картину вешают, заходят люди, да, и рассказывают все про эту картину. Это одна картина. Ты сидишь три часа, смотришь на одну картину, а тебе все про нее рассказывают. То есть, идея в том, что вот про вурдалагов или про мифы, здесь находить предметы реальные, да, вот этот вот предмет, он оттуда. И вот, как люди смотрят на этот предмет, это может какая-то хрень быть, но если большая история этого предмета может быть завлекательной. А у меня вот такое предложение, это сделать небольшой анонс с картинкой и с кратким описанием, таким, чтобы не скучно было описание. И тогда, например, его можно и через терем, как бы, репостить через группу ВКонтакте, Фейсбуке и там, ну, те же самые вузы. И, естественно, если будет такой интересный анонс, тогда люди будут приходить, потому что они будут знать, что, ну, как бы, интересно должно быть, да. И, например, все, кто ходит на терем, уже знают, что Кирилл Кузинованов делает интересные фильмы и интересно рассказывает про город Новосибирск, да. Поэтому, ну, такое знание живого. Некоторым кажется скучно, я уже буду считать, что уже было пожелание, чтобы было интересно, да. А дальше идет предложение сделать печатный анонс, да. Нет, ну, можно электронный, электронный, который можно перепостить, да. Хорошо. Электронный перепостить. Я вообще сайта нет. Сегодня пришлю. Сайт есть? А сайта нет, есть их группа ВКонтакте. Вот. Значит, по поводу рекламы, да. Скорее всего. Какой-либо другой, значит, вот картинки, вот эти рекламы, она должна быть реально креативной, но чтобы люди не купились только на одну креативную картинку и рекламу, а пришли, а там реально, ну, скукотища. Все. Тогда больше уже других лекций не будет, а их точно не будет. То есть за креативной подачей должна быть реальная креативная лекция. То есть это уже работа с преподавателями. Третий раз написал, мне кажется. Нина. Можно нам вопрос на прояснение? Нужно. А что это за люди, которые придут, и какой они результат получат? С чем они будут уходить? Не хватило. Значит, что это за люди? В большинстве своем это люди, которых я знаю как хороших рассказчиков, с одной стороны. С другой стороны, у них есть научный интерес в тех темах, которые не относятся. Если говорить об их мотивации, то... Третьи человек придут, с чем они уйдут? Про всех, кто слушает, вопрос был. Про тех, кто слушает? Да. А с чем уходят люди с моих экскурсий? Вот вопрос тебе. Нет. Экскурсии, ну там может быть одно. Я услышала про обороты. Нет. Я говорю, что примерно с тем же самым. Ну вот с чем? Вот люди приходят сюда с неким любопытством. Это любопытство на мероприятии, ну не знаю, в общем, с ощущением, что не зря пришли. Ну не зря. Я получил удовольствие от прослушивания или о чем? От информации, от, допустим, новой информации на те темы, которые используются в современном москульте, например. То есть я... Но, Нина, как раз об этом, что человек захочет, он еще вот об этом и слушает. Если понравилось, то да. Ну а чем может понравиться? Ну я... Новая информация, правильно? Ну точно. Новая информация. То есть новая интересная информация. Какие образования получали? Вот были у вас хорошие преподаватели или плохие преподаватели? Вот чем вам нравились хорошие преподаватели? Ну я преподавателя в институте во всяком случае расценивала тем, насколько я качественные знания получаю по тому или иному предмету. Мне результат был важен. То есть вы хорошо в школе были у вас любимые учителя, а не было у вас любимых учителей? У тебя идейно-экспертная поддержка это в чем? Идея твоя в чем? И она... Для чего бы я туда нашла? Нет, идея сформулировать целевую группу и отлицать для них результат. Да? Это может помочь. Ну... Ту ценность, которую бы они получили? Ту ценность, которую они могут получить. Целева аудитория и ценности. А у меня еще дополнительная идея это начать Кириллу Блок свой вести. У меня есть сайт создать. Что там группу ВКонтакте? Визи. Сайт-то деньги, а Блок он сам как-то... И не критикуем идеи друг друга. Оно и то, и другое. И то, и другое имеет все ценности. То есть сайт и блог? Да. Это очень хорошее. Ну что ж, Кирилл. Твои 20 минут. Не критикуем и не оцениваем. Не критикуем, не оцениваем и не обсуждаем идеи друг друга. Хорошо. Кирилл, твоя 20-минутная завершилась. Что было ценности? Я понял, что аудитория узкая у меня. Вернее, я это и раньше знал. Но просто так как я внутри ее кусаюсь, то... Ну, в общем... И, ну вот, подружиться с партнером Генния – хорошая идея. Это то, что, Типанов, у тебя из тех идей... Это то, что точно буду делать. Да, ты будешь делать. Что еще цепануло из идей? Ну, есть, скажем так, несколько идей, которые в любом случае будем делать. База подписчиков – рассылка, перекрестность мероприятий. Одеваться... Устало там точно никого из профессоров не скажу. Кто цепануло? Цепануло. То есть, кто цепануло еще? Просто скажи, что цепануло. Нет. Нечего сказать. Ну, то есть, перекрестное... Перекрестное... И это будем делать абсолютно точно. То есть, из тех идей, что мы тебе накидали, тебя больше цепануло... Три вещи. Три вещи. Три вещи. Ну, скажем так, больше всего цепануло технологическая магия. Технологическая магия. Соответственно, вот три обозначенные вещи точно будем делать. И три вещи будешь делать. Давайте поблагодарим и поддержим капитана. Так, следующий капитан Анастасия Голорачева.